доброе утро всем у нас сегодня солнечная красивая погода как у вас настроение встала с утра не накрасилась не умылась не зубы не почистила иду саби гулять просит на прогулку ну что делать надо гулять там уже приду хочу сегодня куда-то несмотря на походу увидите какая погода поехать где-то погулять по тюриху побродить в трамвае покататься не знаю что придумать и сильно двигаться не хочу но при этом сидеть дома не хочу поэтому куда-то поеду что-то надо посмотреть сегодня и вам покажу напробуюсь разных соусов короче говоря увидела такой соус манго взяла его попробовать очень вкусный теперь хочу его где-то купить так чтобы можно было в бутылке купить нормально очень вкусно идет к мясу к рыбе этот соус манго очень вкусный два часа дня я решила куда-то выйти поехать в тюрих погулять не знаю просто хочу в тюрихе может на трамвае покататься может на автобусе где-то куда-то доехать сейчас просто открою интернет в поезде посмотрю что интересного можно увидеть в тюрихе нового не очень хочется одно и то же если вам интересно будет такое видео со мной оставайтесь на улице не очень погода прохладно я с утра перестирала переделала кучу дел и дальше уже со спокойной совестью душой можно идти тыняться но хочу что-то интересное посмотреть не знаю получить эмоции от увиденного и сегодня без магазинов поэтому кто ждет каких-то магазинов сегодня магазинов не будет сегодня будет разное такое просто красивое здание наверно возможно что-то такое подмечу для себя интересное прикольное покажу вам как-то так будет вчера я не смогла выложить вам видео не знаю даже сама почему нормально youtube блокирует видео любая музыка какая-то не там где-то экран телевизора попадают блокирует и не дает выкладывать даже дошло до того что увидела какой-то необычный красивый потолок в магазине взяла вам его сняла и youtube заблокировал это написали что это какая-то методика там пришлось удалять короче я из-за этого вчера видео нормально не получилось выложить вовремя еду в поезде решила поехать в цюрих немножко отдохнуть погулять так вот быстро поезд пролетает все города записывала вам со звуком это видео это я уже в цюрихе к сожалению youtube внес свои коррективы здесь очень красивые есть замки необычные но вокруг конечно вокзала сейчас массово идет ремонт везде все перегорожено а я жду свой трамвай чтобы поехать до основных достопримечательностей в тюрихе помимо конечно же банков штрассы чтоб что-то вам показать и рассказать надеюсь вам будет интересно это видео без музыки и без основных моих эмоций слов и не так будет скучно на улицах везде в районе вокзала запах еды запах шаурмы а вы покупаете готовую еду такую вот типа шаурмы на улицах мне иногда очень хочется здание конечно и в центре в районе вокзала тоже красиво и интересное по-своему буду так 20 минут сопровождать это видео интересно просто сколько она наберет просмотров если можно комментируйте поддерживайте мой канал мне очень нужна ваша помощь чтоб я понимала что я хоть не зря снимаю такие видео с прогулками так трамваи здесь один пришел другой ушел очень быстро перерыв между трамваями вообще две-три минуты один приехал две-три минуты следующий билеты можно все купить приобрести на каждой остановке если вы как турист приезжаете главное просто знать немецкий язык чтобы разобраться и купить куда как вам надо билет оплата есть и наличными и безналичными и все работает не так как во франции что не купить билет по десять раз у водителей автобусов покупаешь в трамвае то есть здесь нет таких переплат здесь сама стоимость дорогая это уже подъехал мой трамвай четвертый на котором я доеду до центра цюриха как вы уже поняли это все цюрих проезжаем вокзал как вы видите везде сейчас будут ремонтные работы ремонт 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 все перегорожено и уже это перегорожено давно к сожалению но как-то так выходит к сожалению только продолжается стройка поезда огромные длинные бесконечные поезда это один из выходов с вокзала где здесь на ночь закрывают обычно вокзал среди недели точно нет поездов сюда нас тогда флексбус привез первый раз в жизни я здесь увидела ночующих людей ну правда их было немного два человека и мы с папой все было закрыто там решетками это один из замков которые находятся прям в районе вокзала и если вы проездом приезжаете в цюрих у вас есть перерыв между поездами вы можете тоже выйти здесь погулять даже не обязательно ехать на трамвае улицы улицы везде магазины и есть такие вот киоски о которых я вам рассказывала где мойщик планировал брать этот киоск в аренду и использовать его для своих заработков на пенсии такая красота в центре города тихо спокойно много конечно транспорта но проехать мне надо до этих достопримечательностей всего несколько остановок и остановки очень короткие быстро пролетает время в принципе свободно можно дойти туда пешком но так как google показывал что надо ехать я решила поехать и по пути вам снять видео это это такие тут дома интересная архитектура старая все бережется нет такого как у нас что все рушится но все равно можно увидеть среди старых домов и новые постройки как и везде идут какие-то ремонтные работы я решила выйти на остановки чуть раньше увидела остановку с названием рад уж подумала что там тоже что-то смогу вам снять показать поэтому сейчас уже буду выходить и дальше прогуляюсь по этой набережной покажу вам что и как здесь везде играет легкая какая-то отдыхающая музыка много туристов люди даже среди недели гуляют но в основном видно что туристы это здание криминальной полиции первый раз такое увидела много людей которые просто гуляют как в обеденный перерыв выходят здесь карусели интересная для деток с музыкой которую тоже нельзя к сожалению на ютубе все должно быть только свое если что-то где-то как-то не так то все такая вокруг везде красота передавали дождь я взяла с собой зонт но чуть позже вроде как должно распогодится очень на это надеюсь впереди много разного интересного мы с вами увидим разные соборы ратуши и храма старый-старый фонтан питьевой такая прогулка тихая мирная спокойная а вы любите вот так вот гулять в больших городах вот мне иногда надоедает вот эта деревенская скука в которой я живу и все равно хочется куда-то выбраться посмотреть что-то в больших городах получить эмоции и впечатления не только как сказать пение птиц и душевный покой такой интересный кораблик быстро пронесся на скорости очень быстро каждое здание тоже интересно по-своему да здесь нет какой-то росписи что-то такого сверхъестественного все равно интересно и часто куда-то выбираешься для разнообразия интересно это все посмотреть можно найти такие плакаты вдоль моста с перечнем какие птицы здесь водятся какая рыба водится и так далее то есть но просто для общей информации для развития на данный момент здесь утки и разные цапли такая птица водоплавающая домики 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 уже в кафе сделаны стулья со шкурой видно что холодно но сверху на окнах еще роскошные такие цветочные горшки цветами с растениями красиво в городе спокойно несмотря на то что много туристов такого нет что там какие-то грязные дороги воняет мусор вот дошла я до основной достопримечательности которую все советуют посетить очередные плакаты которые можно увидеть по пути такой вот осенний цюрих встречаются редко деревья которые уже желтые в основном больше как сказать каменный город мало растений не так много как хотелось но все растения где за городом то есть все это можно увидеть только за городом а в центре кораблики яхты мостики речки интересная такая инфраструктура много чего можно увидеть и ощутить впечатление мне конечно вчера было много от просмотра от прогулки я себе даже купила небольшой перекус хотя обещала себе не тратить деньги все равно мне хотелось хоть немножко как-то так как домой на обед я не попадала для общего впечатления надо было что-то и вкусное купить не все достопримечательности здесь бесплатные то есть есть куда вход платный и дальше я вам покажу где за вход надо было заплатить пять франков многие туристы просто заходили интересовались понимали что это не бесплатно выходили и уходили поэтому такие разные здания цветные очень много магазинов на первых этажах хотя здание старинные даже в таком старом старом одном из зданий интересных я увидела магазин лидл мне так это было интересно думаю надо же старинное такое здание так все придумали сейчас будет большая площадь очень интересная и на этой площади много маленьких кафешек люди сидят отдыхают обедают играет легкая музыка очередная часовня с обеденным временем в три часа разные интересные украшения это для тех кто любит шопинг то есть там можно в центре и пошопиться несмотря на то что это не огромный какой-то торговый центр а просто много разных магазинов в том числе и ювелирных цен я там не увидела но увидела красивую такую вот площадь с фонтанчиком необычным интересным не все кафе были открыты многие были закрыты уже и распоходилась я пожалела о том что не взяла солнцезащитные очки взяла всего лишь только зонт зонт от такой погоды не спасает старинные ворота вход в дворик необычный а там все в таком зеленом цвете и такое освещение интересное лампы все просто какое-то сказочное надеюсь вам не сильно надоедает моя речь речь и рассказ ну к сожалению именно так получилось и не не осталось исходников все удалила а это такая вот улочка интересная интересная улочка интересная часовня сейчас буду идти в обратном направлении в 1 в другую сторону вышла на прогулку саби и решила записать вам видео а тут мужчина с собакой прям догонял меня думаю сейчас обе загавкает портит все впечатление от видео как они берегут эти здания многим зданием вообще по 300 лет и больше вот сюда вход 5 франков люди заходят смотрят интересуются на входе написано 5 франков вообще старое старое здание необычное я само здание не стала заходить зашла вокруг прошлась и внутри оказался интересный такой двор как замок старинный замок роскошный водопадик от него была какая-то от воды он и тишина просто сказка так все как как в старинном замке необычно еще зелень есть какая-то несмотря на то что уже холодная осень тут расписные интересные стены внутри а дальше с этого дворика можно выйти и попасть на набережную но во дворе вообще тишина никаких машин хотя дальше уже движение было машин транспорта так вот можно просто бесплатно прогуляться не тратить никаких денег еще один водопад старый питьевой фонтанчик то в кавычках водопад видите сколько машин транспорта там дальше уже движение машин чуть ли не трасса желающих зайти посетить конечно этот платный музей было не так много но люди гуляли проходили все смотрели интересовались хорошо когда люди так истории интересуются а вот это здание которое говорила там на первом этаже магазин лидл это просто забавно течение воды и спокойствие такое а я иду в эту двойную ратуш храм и здесь бесплатный вход но душевного спокойствия там не увидишь из-за того что стройка везде и очень много туристов такой вот осенний тюрих как вам такое видео такой атмосфере моего звукового сопровождения на улице конечно когда я снимала это видео и рассказывала эмоции были через край наверное интереснее было бы если бы услышали исходную версию но к сожалению так вот этот вот двойная это ратушь очень она интересная внутри там органная музыка но для того чтобы люди могли посетить эту ратушь очень хорошо вот это вот Всем привет! Только вчера говорила о том, что YouTube блокирует видео. Но сегодня уже это просто. Полутро. Я пыталась сделать интересно видео. Чуть-чуть наложить какую-то бесплатную музыку. Которую искала реально полдня. Искала, чтобы найти бесплатную музыку. И музыка была на... В этом приложении действительно указано, что она бесплатная. В итоге выкладываю видео. И видео блокирует YouTube. Говорит, что нельзя использовать эту музыку в этих видео. На нее есть авторские права. Я поняла, что это первое и последнее видео, когда я пытаюсь сделать какое-то с музыкой. Потому что ну это просто какой-то... Поэтому, если хотите, можете посмотреть это видео. Оно будет... Просто попробую наложить свою речь, свои слова. А если нет, то я его просто вообще выкладывать не буду. Звук удалила. Я не знаю. Там была моя речь, мои слова, что я там просто рассказывала мои впечатления от прогулки. Пришлось все это удалить вместе с этой музыкой. Конечно, настроение немножко испорчено. И вот эти все эксперименты, что мне хочется что-то по-новому снимать, как-то поинтереснее делать. На данный момент у меня это не получается. Очень много сложностей и разных нюансов. И первый из основных нюансов из-за того, что видео блокируется. И их невозможно дальше выкладывать и снимать в таком режиме. Могла за это время столько в доме дел сделать. И планов у меня было. В итоге я решила все-таки все отложить и заняться этими видео. И что в итоге? Ничего. Так уже выглядят платформы под низом. в самом низу. Тут уже нет никаких магазинов. Здесь просто поезда, платформы и наверх переход на эти платформы. Я жду свой поезд на 33 платформу, поэтому я буду ожидать здесь. Наверх есть как лестницы и эскалаторы, даже лифт наверх чтобы подняться можно было. Людей много. Разные поезда на разные расстояния. Люди путешествуют с собаками животными. спасибо, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно прогулка со мной в Цюрихе. всем спасибо за ваши лайки, за просмотры, всем пока-пока. Красотка Медной горы погавкала на балконе и пришла отдыхать. Сегодня дел. Кто Шкоду не делала, нет? Все, ушла, обиделась. Скажи, что ты на меня наговариваешь? Я только гавкала. У меня сегодня на ужин мои любимые гренки, горячие бутерброды и совсем немного салата шубы сделала, чтобы можно было не сильно наедаться на вечер. Спит, что-то во сне племкает, лапу на меня закидывает, любит это дело. Бегунь, ты что там? Целый день как медведь в пяточке. Поедатель вкусняшек. сегодня на херби заказ сделала зубную пасту для зубов свежую и витаминки там разные в виде косточек, чтобы она кушала хоть какие-то микроэлементы. Надеюсь, ей это будет нравиться. надо как-то поддерживать здоровье уже совсем не молодая. Целыми днями спит и все. У них так быстро жизнь пролетает собак. Не успеваешь опомниться, уже все, уже больше 10 лет. пролетает. Чего оно так быстро пролетает время? Грустно от этого. теплой и счастливой всем осени. Всем пока-пока.